Добрый день, только что завершилось заседание с полкома Олимпийского комитета России. Главный вопрос, который мы рассматривали сегодня, это утверждение состава Олимпийской команды России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанелье. Я в начале заседания сказал, что команда будет состоять из 386 спортсменов. На самом деле, добавился еще один участник нашей команды, это Миссия Кабашили, получил Олимпийскую путевку, в этом 387 спортсменов, принимают участие в нашей заявке, 201 мужчина и 186 женщин. Они представляют Россию в 30 видах спорта, 50 регионов Российской Федерации представлены в составе нашей команды, общий состав делегации составляет более 700 человек, я имею в виду тренеров, технических социальных лиц, общий состав делегации будет 700 человек. Ну и, что очень важно, мы сегодня утвердили состав нашей команды, включая легкоатлетов. Вы все прекрасно знаете, что вчера состоялось заседание Международного арбитражного спортивного суда в Женеве, там состоялись слушания по иску Олимпийского комитета России и 68 легкоатлетов российских, которые отобрались на Олимпийские игры в Рио. Решение суда будет вынесено, скорее всего, завтра, и мы завтра узнаем, смогут ли наши легкоатлеты принять участие в Олимпийских выборах, но сегодня мы включили состав заявки официального Олимпийского комитета России, и мы вошли в состав команды. Это главный вопрос, который сегодня мы рассматривали. Команда у нас достаточно опытная, средний возраст команды, думаю, 26 с половиной лет. Есть и многие весьма знаменитые, теплованные спортсмены, многократные Олимпийские чемпионы, есть и дебютанты в нашей команде. Ну, в общем, команда сильная, практически во всех видах спорта наши спортсмены способны претендовать на медали. Мы сегодня послушали наиболее крупные наши федерации, президенты федерации, рассказали о том, как идет подготовка. Часть наших команд готовится на базах в Российской Федерации, часть уже находится в Бразилии. Поднести ли мы спорта наши команды уже находятся в Бразилии, проходят подготовку там, кто-то готовится в форту далее. В данном случае все необходимые условия для подготовки наших команд в Олимпиаде созданы, и все спортсмены сейчас естественно усилены, готовятся к соревнованиям. Это, что я хотел сказать, до встречи.